чё как зрители это гагатун и сегодня будем делать анбоксинг этих замечательных вещей geforce gtx 980 оперативка у меня тут 30 32 гигабайта оперативки hyper x прям как мои наушнички и новый монитор новый монитор на 28 дюймов 4k разрешением короче по полной программе я закупился теперь у меня будет новое оборудование будем надеяться что разрешение роликов повысится на самом деле нет ничего не изменится будем 720 и продолжать ролики выкладывать потому что кому какая разница так ну и давайте начнем анбоксинг делать я наверное не буду открывать монитор потому что он тяжелый это все будет сложно сделать поэтому наверное я сделал анбоксинг именно видеокарты и оперативки но оперативку принципе так видно что она очень клевая все тут прямо блин клевая очень красивая оперативка на самом деле я прошу покупал у меня никогда не было лако дизайнерская оперативка прямо давайте начнем начнем с видеокарты смотрите как они мило лежат смотрите как они лежат местью ну блин как я давно ждал новую видеокарту два года ждал наконец-то вот она пришла я посмотрю на коробочку коробочка красивая но нас же не интересует коробочка давайте давайте тихонько открывать я уберу коробочки тут понаделали все видно все в кадре я надеюсь что все в кадре я сам себе оператор нет суга типа у нас задели не самая моя любимая фирма но многим она нравится и мне в интернете я когда спрашивал выбор между несколькими диакарты мне сказать что м ся я на типу самая гарантированно хорошая видеокарта только они типа завышает цены но главное здесь мы здесь ради качества поэтому если это все-таки не просто раскрученный бренд какой-то я надеюсь что будет хорошая крутая видеокарта у нас я так понимаю лежит какая-то фигня у нас лежат буклетики и сочек и сочек у нас стоит ну еще что-то там у нас вся такая провода для питания переходничок я просто не хочу сейчас трясти еще что-то выпадет лишняя такой потом буду когда собирать компьютер и не найду ведь улетела все ну и сейчас главный момент то да 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 вот она наша видеокарта нужно как-то осторожненько вытащить ух ты какая красавица посмотрите на нее так сейчас ухо какая она прокачена какая но запах новой видеокарты о какой хороший запах новой видеокарты так вот она вот такая вот она у нас видеокарта можно только эту еще фигню отлепить и все можно вставлять считай можно продолжать свои приключения виртуальных мирах выглядит клево мне нравится дизайн конечно как который они выбрались портики портики на не знаю что мне еще тут показывать я лишний раз боюсь его в руках даже держать поскорее бы в компьютер просто вставить мне ничего не испортить блин что я не особый компьютерный эксперт на все-таки ну и кстати наклеечка спокойно сходит никаких проблем с этим нету здесь слава богу ну давайте заодно откроем одну упаковку с оперативкой посмотрю на нее повнимательнее я даже рученьки вспотели от этого всего настолько я рад настолько я рад новой аппаратуре как или открывать вообще открыли какая она клёвая она еще с дополнительными даже и ребрышками со всей фигней камер камера зазумься на нее камера камера не зумится чё-то камера с каких пор все-таки оперативки стали такими стильными это круто но я наверное не буду открывать остальные просто чтобы дополнить картину я купил себе еще коврик для ведьмака только этот ведьмак 2 но буду я играть в него ведьмака 3 предположительно на максимальных будем надеяться просто так вот я пальчиком заложу типа что вот все ведьмак ведьмак будем играть ведьмака все нормально ну а на этом наверное конец этого анбоксинга потому что я не знаю что нам еще здесь смотреть горю монитор я еще буду открывать отдельно поэтому если вам понравился этот ролик и вы хотите увидеть больше роликов вроде этого то не забывайте подписываться на этот канал ставить комментарии ставить пальцы вверх и так же рекомендуйте это видео друзьям потому что я всегда радного подписчика пока что на этом все пока и обдю обдю ну вот я все установил установил я монитор и вы можете посмотреть что можете увидеть что вот это где обоины это мой старый рабочий стол и насколько он больше стал столом монитором то есть 4к разрешение это гораздо больше и я бы удивлён что я думаю что я буду использовать 4к для работы чисто но оказалось что в играх он у меня тоже очень круто то есть все видно в играх и но кстати я про клавиатуру потом еще расскажу свою то будет еще ролик один про клавиатуру так но я да я даже не знаю запустили не попробовать какую-то игру показать сколько у меня fps в той же gta на 4к разрешение и с максимальными настройками а может это правда очень круто и конечно я знаю что отсюда может это не будет видно но я просто для сравнения еще могу открыть например twitter кроме например twitter это вот настолько больше то есть это ваш это ваш обычный twitter и настолько больше еще все это остальное место то есть конечно в твиттере это не особо чувство то есть зачем с одной стороны столько места с другой стороны столько рабочего пространства столько пикселей в играх они смотрятся просто очень круто или например вот так выглядит ваша обычная страничка вконтакте то есть можно посмотреть насколько больше окей я запустил gta и сразу видно что этот общий размер монитора и насколько маленький fps он самым-самым углу короче виден настолько огромный монитор и то есть настолько высокое разрешение что его даже не видно и давайте сейчас найдем зайдем настройки так сложно с камеры ходить и смотреть но видите что у меня здесь все выставлено 4к разрешение все выставлено максимально кроме сглаживания упс блин то есть чем высокая высокая очень высокая все на максимальных фактически фактически по моему тут все на максимальных выставлено там буквально там две вещи наверно кроме сглаживания не выставлены на самые высокие также дополнительные настройки графики тоже выставлено на максимальные длинные тени тени высокого разрешения наиболее тени все короче все тут все прямо на максимуме короче и в 4к разрешение я ноги я думаю что он не потянет 4к разрешения то есть у меня процессор i7 и 981 у меня gtx я думаю что он не будет тянуть особо но оказалось что он достаточно достаточно хорошо тянет кема загрузились видите что у нас 70 фпс сейчас где-то ну сложно сказать я думаю что по видео будет сложно сказать насколько это отличается типа но потому что видео салона быть 720p но когда ты играешь 4к разрешение у нас даже сейчас поднялись фпс 95 то есть я без вертикальной синхронизации реально чувствуется очень круто что тут прямо стреляешь убиваешь всех то есть ты можешь прямо там самый даль посмотреть там увидеть какие-то мельчайшие вещи короче короче это очень круто честно для меня я был удивлен что на таких настройках игра так себя хорошо показывает все равно у нас конечно здесь не происходит никакого адока я не знаю мне сложно я просто держу камеру одной рукой пытаясь что-то играть второй рукой надо было бы мне наверно как-то поставить это все но это чувствуется круто говорю мне кажется это гораздо лучше чем два монитора иметь лучше иметь один огромный блин монитор 4к разрешение просто херачить всех подряд так у меня у меня даже нету гранат никаких а я не знаю вот надо мне забраться куда-то прям посмотреть далее там все равно будет видно вот мельчайшие детали я не знаю это очень и очень круто и и в принципе да фреймрейт не особо проседает то есть у меня лично даже и не проседал сейчас мы наверно то есть у меня не было таких прям дроп какой-то как на консолях иногда бывает сейчас мы я попробую одной рукой вести и другой рукой смотреть но сейчас у нас 87 фпс чисто я просто из-за чего записываю на камеру это вы не смотрите например youtube записи потому что конечно у меня не будет такой фреймрейт если я буду записывать видео на youtube у меня будет фреймрейт но давайте сейчас включим запись причем у меня даже записи и типу и 720p но у нас равно фреймрейт сейчас сильно просядет сколько у нас 60 там сколько и видно нас уже в игре что чуть-чуть подлагивать это все начинает то есть играть можно и так далее но очень чувствуется что это уже не то так что до записи в 4к разрешение мне еще далеко я думаю но мы в принципе могу конечно сделать можно второй компьютер сделать под запись этот компьютер чисто как игровой у меня у меня свой прошлый компьютер никому не отдавал никуда не продавал поэтому можно было бы сделать так но я не знаю блин я надеюсь что чувствуется хоть немного на записи насколько блять это охуенно смотрится в 4к разрешение насколько далеко все нам прогружается то есть нужно в горы смотреть там вдаль куда-то вау все блин вообще никаких проседаний 77 fps вообще стабильные у тебя идут все просто все просто шикарно поэтому я надеюсь что все таки записью я как-то решу чтобы записывать 1080p 60 fps теперь сделать конечно я не знаю потому что youtube все таки будет долго обрабатывать и так далее я думаю что не на всех роликах это будет иметь смысл но на каких-то роликах где вот именно какая-то графон что-то такое буду надеяться что ведьмака тоже оптимизирует как gta также здорово и можно будет записывать его тоже в 1080p например 60 fps и чем-то таким вас порадовать пока но на этом да на этом все я вот сегодня не знаю сколько часов ставил видеокарту оперативку мне пришлось там откручивать кулер чтобы поставить оперативку по-нормальному поэтому были какие-то свои проблемы но зато до такого удовольствия особенно когда 4k разрешение смотришь на ты все такое к радость от этого всего просто непередаваемая а если мы кстати поставим сейчас сам и сейчас поставим 1080p у нас вообще будет fps по моему там запредельно можно даже еще и это давать какие применить на сколько смотрите fps больше станется то есть окей тогда на самом же 170 fps блин у меня машина сломалась я вообще ехать я не могу мне нужно машину судить чубрики чубрики остановитесь видно что да даже даже сама циферка стала больше что она уже на патроны заезжает и по-нормальному эй ты чувак я заберу твою машину мне нужно фреймрей тестить вот 170 fps у нас здесь показывает 120 вот немного но немного главное так когда много fps они проседают чуть-чуть больше за это но суть в том что это очень и очень круто все очень и очень круто я очень и очень доволен вообще блин даже я не ожидал что так все хорошо будет работа 980 реально тащат вообще не зря я потратил рада я потратился конечно конечном итоге как на новый компьютер чтобы купить и монитор и видеокарту и оперативку но все конечном итоге это того стоило я хотел приблизить но тут не будет такая же как крутая картинка на 4к такой был у меня обзор с места событий мы посмотрели на новый компьютер надеюсь что вам понравился этот ролик вообще вернул я обратно в 4к разрешение потому что блин вот все таки играть когда ты играешь 4к разрешение это немного непередаваемое чувство того как будто не знала того кто кто носил очки или кто носит очки вот когда ты носишь например долго одни очки а потом покупаешь новые которые как бы более тебе подходят и тебе кажется что жизнь она будто в hd то есть все кажется супер четким и ты вот прям видишь каждую деталь и так же новый монитор отлично для меня вот именно чувствуется смотрите насколько мы далеко находимся это я сейчас приближусь насколько вдаль там видно к каждую деталь то есть ты реально можешь увидеть вообще все и кажется все настолько четким что кажется можно еще чуть-чуть и ты можешь вообще жить вот в этой кота совершенно какое-то такое чувство как какой-то новизны я не знаю и я конечно звучит так будто бы что-то рекламирую я не знаю 4к монитора может быть но именно какое-то это чувство того что столько всего теперь ты видишь гораздо больше деталей больше вещей и кажется это как-то даже гораздо более реальным еще чуть-чуть и все и ты и ты сможешь погрузиться туда что плохо сейчас около срифта они там даже не дотягивают до 2к разрешения поэтому наверно сокол срифта не будет такого чувства все равно хотя там ну то есть ты как бы это смотришь вокруг себя и больше в этом плане погружения но если вы хотите какое-то чувство не знаю если у вас конечно дохуя денег и и вы хотите чувство почувствовать чувство погружения вот это в новую игру и почувствовать что ты вообще там находишься потому что смотрите рука франклина это почти один в один моя рука если я вытяну мне мне кажется что я вообще частью нахожусь в игре если честно что я частично вот буквально тут чуть немного протянуть руку я буду там я буду сан-андреес я буду лос-сантосе кстати смотрите какие тени какие тени четкие вообще прямо четенькие те где вы видели такие такую детализацию на консолях нигде и писи мастер рейс как говорится конечно потратился на писи мастер рейс того стоил стоил на тебя пока вы посмотрите круче чем жизнь а но блин говорю это как 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 купить себе какие-то новые очки и играть с ними в игры а если вы у меня еще и очки были новые вот потому что у меня уже очки тоже старые если бы я купил этот монитор и новые очки ты вообще наверно потерял башку детализации но на этом закончим если вам понравился этот ролик вам понравились мои впечатления от моего нового компьютера и мой инбоксинг то не забывайте подписываться на этот канал стрелять комментарии ставить пальцы рк а также рекомендовать это видео друзьям потому что я всегда рад вам подписчикам конечно это все пока и а бдю а бдю а и у нас смотрите смотрите какие у нас опэсики смотрите какой хороший фреймрейт посмотрите на этот фреймрейт он УУУУУ...